Всем доброго времени суток! Всем привет! Сегодня приготовим очень интересное и вкусное блюдо, а главное самые простые продукты. Давайте приготовим. Беру капусту небольшую, тут по весу 2-300 кг. Кочеришка обрежется, останется примерно весом 2 кг капусты. Мы ее сейчас нарежем тоненькой соломкой. Острым ножом нарезаем. Нарежу морковочку, небольшую, грамм стол по весу. Можно натереть на терке, можно нарезать. Нарезали все, подготовили. Высыпаем на стол, чтобы было удобно перемешать. Просто перемешиваю. Вот так. Я вам дам рецепт на одну банку 3-литровую. Маринованная капусточка, очень вкусная. На любой стол и на праздничный, на каждый день такую капусточку очень вкусно кушать. Беру банку 3-литровую и туда все складываю. Это все туда вместе, можете не сомневаться. Сейчас мы все это затолкаем хорошо. Я спрятку пальчиками, как видите. Потом кулаком прижимаем. Так вторую половину капусты отправляем. И точно так же опять прижали кулачком, пальчиками поправили. Все, уложили всю капусточку, как видите. Сейчас подготовим маринад. Если рука не влезает, у меня просто горлышко большое, как видите, баночка такая удобная, то берете скалочку и скалочкой прижимаете. Беру кастрюльку, вливаю литр 200 миллилитров воды. Беру соли, 2 столовые ложки с горкой, примерно 60 грамм. Мои ложки точно взвешены вот такой горочкой. Я всыпала сюда 60 грамм соли. Сахару возьму 100 грамм, моей ложки 25 грамм, 4 ложки. Соли 30 грамм помещается в ложки, сахар 25 грамм. И четвертое. Пол чайной ложечки горошек черный перец. У меня ветераный, черный, зеленый, белый, красный. Высыпаю в кастрюлю. Три горошка душистого. Пару зубчиков чеснока. Совсем прямо немножко. Вот так вот. Вместе с кожурой. Уксус 9% 6 столовых ложек. И когда уже закипит наш рассол, так сказать, как закипит, отправим уксус и будем заливать капусту. Отправляю наш вот этот рассол на плиту. Ставлю на плиту, прикрою, чтобы быстрее закипело. И нам потребуется 3 ложки масла растительного. Я прям вливаю вот так вот сверху. Три. Касюля закипела. Отправлю 2 листочка лавровых. Кипятим 3 минуты. Все прокипятили. Отключаю и вливаю 6 столовых ложек уксуса. Это 60 грамм. Все, заливаем капусту. Заливаю через садилок. Аккуратненько, потихонечку, не спеша. Слышно, как водичка проходит. Льем, льем, чтобы полненькое было. Убедитесь, что вы залили полностью. Вот так убедитесь, чтобы полное горлышко. Вот так. Капуста сейчас остынет и водичка сядет. Мы вот эту водичку, что осталось, дольем. То есть получается все вровень. И так доливаю еще чуть-чуть. И оставляю банку на столе, чтобы она остыла. Потом дольем рассол и уберем в холодильник на 6-7 дней. Итак, который рассол остался у нас. Вот он. Мы его никуда не выливаем. Капусточка, видите, сок сел. Все, вот он. Немножко доливаем, чтобы была баночка полная. Банка у нас уже остыла. Все, долили. Беру теперь крышку, закрываю. Вот так. Закрыла вода, стекла. Ну, должна быть полная банка. Все, теперь баночку вытираю и отправляю в холодильник. Капуста через недельку будет моя готова. Все, отправляю в холодильник. Или в холодный погреб. Итак, прошла неделя, 7 дней. Капуста готова. Подаем на стол. Открываем и смотрим, что у нас получилось. Аромат бесподобный. Капуста в меру сладкая, соленая. Хрустящая, просто супер. Я вам рекомендую этот рецепт. Также, когда положили на тарелочку, сколько вам нужно, оставшуюся капусту мы закрываем и убираем, опять же, прохладное место. Если у вас есть погреб, храните в погребе такую капусту. Если есть холодильник, место в холодильнике, храните в холодильнике. Уверяю вас, такая баночка у вас надолго не задержится. Готовьте сразу несколько баночек. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на канал Гальна Кухня Live. Заходите, подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки, за ваши добрые пожелания. Ну а кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем на Яндекс.Джейн заходить, подписываться. Ну всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok